Всем привет! В разное время производилась разная радиосвязная аппаратура, и это не только радиостанции, а это целые системы связи, комплексы связи. Понятно, что большинство из них в наше время не имеет уже смысла, так как морально устарели и вытеснились интернетом и мобильной связью. Но знать о таких системах интересно. И мне как человеку всю жизнь занимающимся радиосвязью, конечно, все эти системы очень интересны. Я думаю, что и вам будет интересно узнать о еще одной такой системе связи, которая применялась в 80-е и 90-е годы в Москве в ЦКБ. Это центральная клиническая больница, которая обслуживала руководителей страны и элиту, так скажем. И вот такие устройства, очень похожи на радиостанции, применялись в этой ЦКБ. Но это не радиостанции, а это голосовой пейджер с возможностью передачи производства компании Multitone в Великобритании. Что такое голосовой пейджер? Абонентское устройство такой системы это практически приемник с селективным вызовом. То есть приемник, как в обычной радиостанции, который принимает сигнал на какой-то частоте, обычно с частотной модуляцией в УКВ диапазоне, но принимает он его всегда, а вот включает громкоговоритель, дает послушать человеку то, что он принимает только тогда, когда получит сигнал специального селективного вызова. Об одном подобном голосовом пейджере от компании Моторол я вам рассказывал, а в этом видео расскажу о голосовых пейджерах Multitone, которые были в 80-е годы. Тогда, в 80-е годы в ЦКБ применялось два вида голосовых пейджеров. Один вид для односторонней связи, то есть для оповещения персонала, и второй вид для двухсторонней связи, то есть практически это радиостанция. Но радиостанция в основном функционирующая как голосовой пейджер. Оба этих голосовых пейджера производства английской компании Multitone, существующей очень-очень давно, которая и после этих пейджеров делала еще много других моделей голосовых пейджеров, но я вам расскажу именно о тех пейджерах, которые применялись в 80-е годы в Москве. Пейджеры для односторонней связи, то есть классические голосовые пейджеры выглядят вот таким вот образом. Это приемник, который питается от двух батареек никель-кадмиевых, которые диаметром почти как батарейки 2А, но длину имеет очень маленькую. Устанавливаются эти батарейки в специальный батарейный отсек сбоку пейджера, и такой пейджер мог переносить сотрудник где-то либо в кармане, либо где-то на халате, либо на ремне в кармане. На задней стороне есть вот такая прищепка достаточно прочная, которая держит этот пейджер так, что он не свалится ниоткуда. На корпусе есть два металлических контакта для зарядки аккумуляторов. Существовали специальные зарядные станции, в которой устанавливалось много-много таких пейджеров, они там заряжались, то есть в принципе пользователь обычно не должен был вынимать, извлекать отсюда аккумуляторы. Каждый такой пейджер имеет свой собственный абонентский номер трехзначный, который в виде трех цифрек представлен вот здесь на боковой стенке, здесь же рядом еще есть кнопка сброс, которая переводит этот пейджер в дежурный режим. Когда поступает селективный вызов с нужной последовательностью тон сигналов, то в приемнике открывается шумоподавитель, и мы слышим весь радиообмен из эфира. И чтобы завершить такой прием нажимаем кнопочку сброс. Больше никаких органов управления на этом пейджере нет, очень простое вот такое вот устройство. Для 80-х годов я бы сказал, что он имеет очень маленький размер и вес, и достаточно качественно сделан. Рабочая частота пейджеров, применявшихся в цкб 29800, то есть можно сказать, что это самая нижняя часть лоу-бенда, или можно сказать, что это на 100 килогерц выше, чем верхняя граничная частота 10-метрового любительского диапазона, естественно с частотной модуляцией. И кстати говоря, в моем родном городе Нижний Новгород, в самой крупной больнице, которая называется больница имени Симашко, в 80-е и 90-е годы тоже применялся голосовой пейджер, и который тоже работал на частоте 29800 с частотной модуляцией. Какие конкретно использовались устройства в больнице Симашко в Нижнем Новгороде, я не знаю, но частота была именно такая. В общем-то ничего особенного в конструкции этого пейджера нет. Обычный миниатюрный приемник с селективным вызовом и с очень малым энергопотреблением. А вот другая модель пейджера естественно тоже компании Multitone, которая применялась в то же самое время, в той же самой цкб, может еще и работать на передачу. На прием он работает точно также на частоте 29800, точно также используется встроенная магнитная антенна. Но этот пейджер еще может работать на передачу на частоте 166 мегагерц 875 килогерц. Для работы на передачу есть вот такая вот телескопическая антенна, естественно с удлинительной катушкой. Мощность его на передачу небольшая, около 100 милливатт, поэтому использовался он только для ближней связи или по территории больницы, или может быть с какими-то экипажами автомобилей, с водителем при выездах. Хотя точно я этого сказать не могу про работу с водителями, могу только этого предположить. Питание такого пейджера осуществляется уже от трех точно таких же миниатюрных никель-кальмовых элементов, которые устанавливаются в специальный батарейный отсек на боковой стенке корпуса под крышкой. Органов управления у этого пейджера немножко больше. На боковой стенке есть выключатель питания, на другой боковой стенке есть абсолютно такой же переключатель на три положения. Это регулятор громкости, пониженная, средняя и максимальная. Это касается и громкости сигнала вызова, и громкости работы приемника. Когда у нас откроется с вами шумоподавитель, мы будем слышать речевое сообщение. Полностью выключить громкость, убавить ее до нуля конечно же нельзя, как это бывает в обычных радиостанциях. И в отличие от простейшей только приемной модели, у этого пейджера на верхней стороне корпуса есть аж целый жидкокристаллический дисплей, который при включении показывает свой собственный абонентский номер этого устройства и также сигнализирует получение вызова. На верхней стороне есть вот такая большая синяя кнопка, которая сбрасывает пейджер в дежурный режим. То есть если у нас пришел селективный вызов, мы с вами слышим речевое сообщение. Чтобы завершить прием нужно нажать эту кнопочку, перевести пейджер опять в дежурный режим. Также на боковой стенке, как у всех радиостанций, есть кнопка включения передачи. Она точно также еще и переводит пейджер в режим приема. То есть мы с вами можем не получая никаких селективных вызовов на этом пейджере послушать эфир, нажав эту кнопку. То есть нажав ее мы выходим на передачу, а отпустив пейджер переходит в режим обычного приема, как обычная радиостанция. Еще на верхней панели есть кнопка включения подсветки и немного утопленная за поверхность передней панели кнопка разворота изображения на дисплее. То есть можно переключить индикацию, что она будет работать вот так вот, а можно переключить, что будет видно нормально, когда пейджер перевернут. Например, когда он у нас висит на ремне, чтобы удобно было смотреть, что написано на дисплее. Вот такая вот удобная функция. И, как я уже сказал, есть телескопическая антенна, которая нужна только при работе на передачу. Элемент питания и тех и других пейджеров имеют собственную маркировку мультитон. Понятно, что это никель-кадмилы и аккумуляторы, что еще могло быть в 80-е годы. Но, к сожалению, эти аккумуляторы не дожили до нашего времени. Рабочих экземпляров у меня нет. Питание вот такого двухстороннего пейджера, как я вам сказал, три элемента в полностью заряженном состоянии. Это примерно 4 вольта. То же самое выдает современная одна литиевая батарейка. Именно такую батарейку я и подключил с помощью двух проводов МГТФ к такому пейджеру, чтобы его запитать в наше время. Давайте посмотрим, как он работает. Включаю питание. Вот так вот громко и пронзительно он пищит. И такая же будет громкость этого сигнала при получении селективного индивидуального вызова. Если я сейчас нажму кнопку передачи, то этот пейджер как радиостанция выйдет у нас на передачу с частотной модуляцией на частоте 166 875. Сейчас у меня одна из радиостанций включена на эту частоту. Мощность маленькая и антенну я раскладывать не буду, поэтому далеко меня не будет слышно. Я никому не помешаю. Да и у нас в городе на этой частоте сейчас никто не работает. Раз, два, три, четыре, пять, один, два, три. Вот меня прекрасно слышно по радиостанции. И как я уже сказал, при переходе на прием этот пейджер остается в режиме прослушивания эфира. На входной частоте на 29800 конечно же. Если нажмем кнопочку сброса, то он снова перейдет в режим ожидания селективного вызова. Давайте теперь послушаем, как он на 29800 принимает сигнал. Еще раз открываю в нем шумоподавитель. И на кратковолновом трансивере FT847 на эквивалент нагрузки, чтобы в эфир не выходить на такой частоте. На 5 ватт поизлучаю что-нибудь. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, раз, два, три. Вот так вот он принимает. Перевел его в дежурный режим и соответственно он меня уже не слышит. Наверное сейчас после каких-то несложных доработок можно заставить его всегда принимать не открывая шумоподавителя вручную. Да и можно даже прям в таком режиме пользоваться им как радиостанции. Но зачем? Во-первых неудобный разнос частот на прием 29800. Во-вторых сейчас доступно очень много разных других радиостанций и такой пейджер более интересен как действующий музейный экспонат эпохи 80-х годов. Для 80-х годов изготовлен, собран этот пейджер из очень малогабаритных компонентов, практически SMD-монтаж. Есть дискретные элементы и микросхемы. И приемник и передатчик этих пейджеров имеют кварцевую стабилизацию. Приемник построен по схеме супергетеродина с одним преобразованием частоты. PHE равна 455 килогерц, поэтому подавление зеркального канала, который практически на 1 мегагерц ниже, очень небольшое. То есть чувствительность на зеркальном канале у этого пейджера достаточно высокая. Я пробовал излучать на трансивере не 29800, а 28800 с чем-то там на зеркалке. И он точно также прекрасно слышит в помещении здесь. Вот такие вот пейджеры. Что я о них могу сказать? В первую очередь хочется сказать не о самих пейджерах, а о том, что они были у нас здесь в советское время. Тогда в Советском Союзе большинство вещей, предметов были местного советского производства. Но это касается в первую очередь предметов массовых. То есть таких вещей, которых нужно было производить много, неважно бытового назначения или какого-то специального. А вот такие вещи, как этот пейджер, которых нужно было совсем немного, проще было закупить где-то за рубежом готовые. И не тратить ресурсы на разработку и производство такого небольшого количества, как нужно для одной-двух больниц. По-моему, очень грамотное решение для того времени. Хотя аналогичные голосовые пейджеры, аналогичные вот этим по своим возможностям были собственные конструкции в Советском Союзе в 70-е годы. Но вот таких конечно с функцией передачи и с небольшим ЖК индикатором не было. О самих пейджерах в первую очередь хочется сказать об очень низком энергопотреблении. Сейчас в наше время, к сожалению, большинство аппаратуры потребляет очень-очень много и большинство людей на планете привыкли, например, заряжать телефон раз в день, каждый день. То есть вдумайтесь только, что телефон содержит в себе, большинство моделей телефонов содержит в себе аккумуляторную батарею емкостью в 10 раз больше, чем батарея была вот в таком вот пейджере. А работает такой телефон всего один день и большинство людей считают это нормой. То есть современные достижения в производстве аккумуляторов привели к тому, что емкости стали в 10 раз больше. Но куда эта энергия расходуется? Она расходуется не для того, чтобы техника работала дольше, а для того, чтобы разработчики этой техники не так сильно экономили, не так сильно старались сделать эту технику малопотребляющей. Сейчас цветные экраны, дисплеи потребляют очень много и никакая техника без них практически не обходится. Вот в этих пейджерах нет цветного экрана и он потребляет немного. Практически в каждом устройстве современном есть цветной экран даже там, где он не нужен. Например, зачем в автомобиле цветной экран? Для того, чтобы ехать быстро он не нужен, для того, чтобы ехать комфортно он не нужен, для того, чтобы ехать безопасно он не нужен, для того, чтобы перевозить много грузов он не нужен и так далее и тому подобное. Но разве сейчас кто-то купит в мире автомобиль без цветного экрана? Человек скорее будет смотреть не на основные параметры автомобиля, а на наличие цветного экрана и что он на нем может показывать? По-моему, скоро и военную радиостанцию, с которой солдат должен бегать по лесам полям, в войска не закупят, если в ней не будет цветного экрана, который много-много потребляет и дает много помех. Вот у меня и вызывает большое уважение то, что разработчики этих пейджеров тогда в свое время уделили очень большое внимание низкому энергопотреблению и добились просто каких-то гигантских успехов в этом направлении. Вот такой вот пейджер с дисплеем, с микроконтроллером, который конечно же показывает что-то на этом дисплее, с функцией передачи потребляет так мало, что в наше время это просто кажется невероятным. Конечно же для снижения энергопотребления в этих пейджерах есть режим экономайзера или как в радиостанциях принято называть power save. То есть приемник и большая часть схемы включаются при отсутствии сигнала на короткое время, чтобы проверить нет ли сигнал в эфире, а потом выключаются. И с учетом такой системы потребление получается очень маленькое. Когда приемник выключен, такой пейджер потребляет меньше одного миллиампера 0405. Когда приемник включен короткими импульсами потребление составляет чуть меньше двух миллиампер. Представляете себе такое? 2 миллиампера и то в импульсном режиме. Конечно от штатной батареи такой пейджер с таким потреблением работать мог много дней. Сейчас таких потреблений мы нигде не увидим. И про функцию передачи в голосовом пейджере. Конечно это забавная функция. Чаще всего голосовые пейджеры применяются именно на территории какого-то предприятия в одном здании или в нескольких корпусах, в нескольких зданиях, но на небольшой территории. И действительно функция передачи с маленькой мощностью может покрывать такую небольшую территорию. Но по сути это получается уже не голосовой пейджер, а это радиостанция. По сути можно было сделать обычную радиостанцию и занимать не две частоты в эфире, а одну. Например, ту же самую 166 МГц и просто раздать всем сотрудникам радиостанции. Разница была бы только в том, что селективного вызова такого не было бы. Но почему? Почему не сделать радиостанцию с селективным вызовом, с таким же как здесь? В принципе не очень понятно зачем было делать голосовой пейджер с функцией передачи. Можно было бы сделать просто радиостанцию. Но это по сути и есть радиостанция, только вот с такой забавной приемной антенной и низкой достаточно приемной рабочей частотой. На этом мой рассказ о голосовых пейджерах мультитон, применявшихся в конце 70-х, 80-х, да и 90-е годы в Москве в ЦКБ, ну наверное где-то еще. Закончен. Спасибо, что смотрели это видео. Изучайте различную радиотехнику, радиосвязное оборудование, пользуйтесь разными системами связи, радиостанциями, работайте в эфире, смотрите мои видео, подписывайтесь на канал, на группу вконтакте и в фейсбук. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!